Тане 13 лет. Больше года она воспитывается в Центре помощи детям, которые остались без родителей. С помощью акции «Лето в семье» девочка отправилась на каникулы в деревню. Под свой кровь ее приняла большая и дружная семья, в которой уже есть богатый опыт в воспитании приемных детей, в том числе и подростков. Здесь просторно, здесь много друзей, там мы не сидим ни под замком, ничего. Там просторного места так нету, ни воздуха, ничего нельзя, только уроки, уроки. Первым делом Таня подружилась с тремя собаками – Купер, Мира и Бандит. Целыми днями девочка может играть со своими любимцами и, конечно же, не забывает их кормить. Вместе с Таней из детского дома прибыл Владислав. Мальчик оказался очень хозяйственным. Он взял шефство и уход над остальными домашними животными. Буду кормить кур, гусей. Вот это я первый раз вижу и много чего научился. Начал любить заниматься делом, косить траву. Хочу остаться. Семья – большой и необходимый опыт для каждого ребенка. Даже за время каникул он может найти близких людей. Лето в семье проходит ежегодно по инициативе Департамента социальной защиты Вологодской области. В прошлом году благодаря ей 222 ребенка смогли провести время в семье. Из них 54 обрели постоянный дом. Акция длится до октября. То есть ребенка можно пригласить в гости как на летние, так и на осенние каникулы. Также у семей есть возможность пригласить ребенка и на более длительный срок. В этом году я считаю это наиболее актуально. В связи с сложившейся ситуацией наши дети находятся на режиме самоизоляции с конца марта. Летний отдых пока у нас остается под вопросом. Мы еще не понимаем, смогут ли дети как ежегодно выехать в детские оздоровительные лагеря. Поэтому в этом году для нас эта акция очень значима. Мы бы очень хотели, чтобы наши дети смогли провести время в семьях наших граждан. Поэтому призываем, если у кого-то есть возможность, есть желание, есть силы, рассмотреть возможность, обратиться к нам, собрать соответствующие документы. И может быть кто-то из детей еще найдет свою семью. В центрах есть специалисты, которые помогают семьям найти общий язык с ребенком и привыкнуть друг к другу. Только после этого можно забирать его. Однако занятие по сближению далеко не единственное требование к будущим наставникам. Каждый взрослый человек должен понимать, что мы не можем просто взять ребенка, вывезти за забор и сказать, да, конечно, езжайте на выходные, возьмите вот эту девочку 9 лет. Требования, конечно, существуют, но мы считаем, что они обоснованы и абсолютно не затратны. Нужно иметь справку об отсутствии судимости, которая заказывается через сайт госуслуг или через центр МФЦ. Нужно пройти медицинскую комиссию элементарную, иметь согласие всех членов семьи, которые проживают вместе с гражданином, который будет оформлять временную передачу. За более подробной информацией об акции можно обращаться в отдел опеки или в центр по контактным данным, которые вы видите на экране. Общение ребенка и семьи продолжается и после каникул. Люди, которые прилетели его, становятся наставниками. Они поздравляют ребенка с праздниками и берут в течение года в гости на выходные. Марина Лентьева, Егор Плюснин, Новости.